Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон» в студии ее ведущей Александра Крузе. Сегодня заслуженная артистка России Евгения Смоленинова продолжит отвечать на ваши вопросы. Евгения Смоленинова – российская певица, исполнительница народных песен и романцев, заслуженная артистка России. Родилась в Новокузнецке. Позже семья перебралась в Кемерово. После окончания общеобразовательной школы Евгения поступила в музыкальное училище в Ленинграде на фортепианное отделение. Будучи студенткой, изучала русский фольклор, а также архивные записи городских романцев и песен конца XIX – начала XX веков. Огромное влияние на творческое становление исполнительницы оказало знакомство с крестьянской певицей, хранительницей русских песен Ольгой Федосеевной Сергеевой. В 1986 году Евгения Смоленинова впервые выступила перед телеаудиторией, а годом позже в экранизации одноименного романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» озвучила героиню фильма певицу Дуняшу. В 2005 году Евгения Смоленинова была удостоена премии «Национальное достояние России» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия». В 2007 году награждена Орденом Святой Равноапостольной Княгини Ольги Русской Православной Церкви и Орденом Торжество Православия Общественного фонда «Народная награда». Сегодня Евгения много гастролирует, записывает альбомы, а также занимается музыкальной психотерапией. Обо всем подробнее поговорим прямо сейчас в программе «Канон». В предыдущей программе. Голос должен славить Творца этого мира. Основная задача моей методики – это как раз вернуть человеку ласку, нежность через песни, которые и жили в другое время в гармонии с Божьим миром. Простота и открытость происходят из-за того, что с самого начала меня очень сильно любили. Отсюда, вы знаете, какая-то безудержная радость. Я обращала внимание, что редко с кем можно говорить о Боге. Евгения, Виктория Динякина из Иркутска спрашивает, какие святые близки вашей душе, то есть самые любимые и родные? Ну, как приятно. Я очень люблю Иркутск. У меня вообще вот все, что с Иркутском связано, да, у меня необыкновенно. Я, когда еще был жив Валентин Григорьевич Распутин, мы как-то очень хорошо дружили. И для меня Иркутск – это всегда вот какие-то теплые-теплые воспоминания. А святые, да, ну, конечно, я думаю, что, во-первых, моя святая мученица Евгения, конечно. Конечно, святой Николай. И мне посчастливилось два года назад петь в баре, в праздник святого Николая, когда весь город буквально ликовал. И это День города, это чудесный праздник. И я вспоминаю просто еще такое, знаете, соучастие в концерте, который там прозвучал. Какое-то чудесное воспоминание, но не только потому, что там был мой концерт, а просто, знаете, в этом есть такая милость святого Николая, что вот я вот приехала и спела. Что ты у него в гостях там, да? Да, я была в эти дни у него в гостях, и это было чудесно. Вот, конечно, наши святые, наши святые, все наши святые. Преподобный Сергий Радонежский, это удивительный святой. Преподобный Серафим Саровский. Иоанн Кронштадтский. Я очень люблю бывать в Кронштадте и в Морском соборе, и обыкновенном. И, конечно, в музей-квартире Иоанна Кронштадтского. Конечно, Иннокентий Иркутский. Для Виктории, наверное, это самый близкий святой, я имею в виду. Географический. Географический самый близкий святой. Там же в Иркутске Иннокентий Московский. Там есть вот под Иркутском место называется Анга. Я там тоже ездила, тоже выступала. Дважды выступала. Первый раз, когда там только-только фундамент храма закладывали. И мы давали такой концерт, как бы, знаете, такой душеподъемный. А потом уже непосредственно, когда этот комплекс был отстроен, я уже пела там, видя и храм, и все то, что там происходит. Мне кажется, знаете, святым не с числа. И если жития святых читать, то каждый святой становится близким. Моей первой святой была Великомученица Варвара. И это первая святая, которую я увидела как раз в Новосибирске. В росписи храма первой святой была Великомученица Варвара. И когда я увидела, я подумала, что красивее быть не может. Красивее не бывает. Но и так постепенно. Я не могу себе представить, чтобы святой был не близок. Ну, можно, конечно, наверное, если к святому относиться просто как к человеку, наверное. Я думаю, это как между людьми. Человек нам не близок только потому, что мы его не знаем. Я думаю, если бы мы могли узнавать человека, действительно имели бы на это силы, время, какое-то чутье и благодать. Каждый человек был бы близок. Мы были бы близки очень. Мы были бы гораздо ближе друг к другу, чем мы на сегодняшний момент устроились. Так, в общем, на расстоянии, дистанцированно. Точно так же и со святыми. Они нам не близки, потому что мы их мало знаем. А как бы узнаешь, сразу делается близким. А уж со святыми сразу. Сразу, сразу, сразу. Вопрос от Ивана Ступина из Чебоксар. Часто ли вы путешествуете? В каком месте вам хотелось бы задержаться подольше или вернуться туда? Ну, вот про Иркутск вы уже сказали. Да, Иркутск. Это всегда хочется вернуться. Ну, есть такие места на земле, знаете, вот куда мне хочется вернуться. Петербург. Тройка лидеров. Петербург. Это мой любимый город. Вы учились там? Я там жила. Довольно долго жила. Вот. Там родился мой сын. Это большое для человека, это большое событие. Вот. Там я начинала петь. Там мои первые концерты прошли. Вот. Там мои друзья. Там живут музыканты, которых я люблю. И с которыми я работала и работаю до сих пор. Вот. Там, и там, и там Петербург. Знаете, как Шостакович говорил, у нас есть, мы счастливые люди, у нас есть постоянный источник вдохновения, наш город. И я вот очень люблю. Туда мне всегда хочется вернуться. И знаете, как только я приезжаю, я на машине езжу в Петербург, как только я приезжаю, летом особенно я вижу Неву, у меня всегда, знаете, к холм горло подступает. Такое, знаете, почти слезы какой-то, радость. Вот родина для меня такое, да. Я хочу вернуться. Я люблю Кипр. Очень люблю. И это тоже какое-то удивительно родное мне место, которое мне всегда хочется туда вернуться. Вообще, тот же принцип. Любишь то, что знаешь. То, что... То, к чему приложил сердце, сразу становится любимым, и поэтому всегда хочется вернуться. Надо чаще путешествовать, больше путешествовать, чтобы... Да. Весь мир стал любимым. Да, наверное, да. Жизнь, не люди, не книги, не дела, не события, не восторжены с другом. Это капли дождя, телеграфные нити, это ночью гудят поезда. Это меты в дождя, застучавшие в окна, крики галок и стынущий чай. И дух на рассвете, пропевший далеко, и плывшая за ночь свеча. Это тихий прибой, всплески мерные весел, парусов колыхания вдали. И это солнечный зная на песчаных откосах, запах моря и запах земли. И чем старше душа, тем мудрее опыт Будет тайной молча копить И тяжелое небо, и лиственный шелкот Я враг одинокий в степи А любовь позабудет про горькое горе Про земную тревогу свою И останутся только плавшие зори В бледном небе на самом краю И останутся только плавшие зори На самом краю Вопрос от Семена Шатрова из Екатеринбурга Евгения Валерьевна, здравствуйте Где-то читал, что вы живете за городом, в деревне Чем вас привлекает деревенская жизнь? Это не совсем деревня Я действительно живу за городом Я по разумным соображениям не буду рассказывать, где я живу Но это небольшой город в Подмосковье чудесный Но у вас свое хозяйство какое-то есть? Участность может быть? Нет, у меня нет хозяйства Почему я смеюсь? Ну, потому что я не успеваю Я много езжу Я не успеваю вести хозяйство Но, знаете Но яблочки растут Яблочки растут в изобилии Растут яблочки, да Особенно в этом году у меня чудесные яблоки Знаете, очень красивые Ну, яблоки, ягоды Ну, то, что само растет И вот Это вообще ощущение другое Да Жизни на земле Странствующие коты посещают меня в огромном количестве Вот, меняясь посменно И всегда находят приют Это, наверное, родственники из Кипра рассказали Возможно У моего крыльца всегда найдут приют И уголок, и какой-то там кусочек вкусный Вот Это всегда присутствует Еж ходит Вот, да, приходит и тоже с удовольствием меня посещает Это если говорить про мое хозяйство Ну, про животинку, да А сороки, кстати говоря Вот, птицы очень любят Потому что у меня много деревьев Я специально посадила очень много деревьев И образовалась какая-то вот На одной части Территории моей Образовалась такая непроходимая Чаща Из липы Хвойников Каких-то вот таких вечно зеленых И облюбовали сороки И они все Вот эти мои Деревья И они там все время вьют гнезда И высиживают птенцов Ну и малые птицы какие-то тоже высиживают Птенцов своих И это очень приятно наблюдать Так сказать Вот Как это все Как родительская забота Этих вот сорок Они же удивительно заботливые В отличие от некоторых людей Они своих детей очень любят И неустанно трудятся То есть бесконечно их кормят И все время выполняют Вот это вот свое Ну в общем не самую, наверное, приятную Функцию Вот В том смысле, что она такая Многотрудная И постоянная И забота Но они это делают И потом учат И учат летать И вот за этим наблюдать Тоже это большое удовольствие Вот Вообще это радость Мне кажется, что созвучие с природой Всегда дает человеку радость Он чувствует некую гармонию И В конце концов Ощущает себя Какой-то особой частью природы Хоть и Мы называемся Венец творения Но Мы ведь и все творение должны Как-то Одухотворять, что ли Свою жизнь По крайней мере Как можем любить Хотя бы замечать Хотя бы радоваться Вот этой красоте А красоты Вы знаете, меня всегда поражалось Что Самая маленькая малость Вот самая маленькая Самый какой-нибудь жучок Там, не знаю Какая-то травинка Если поглядеть на нее Повнимательнее Она совершенна Она абсолютно Является частью Какого-то Частью великого совершенства Вот И все время о нем говорить То есть вот безмолвно Каждое дерево безмолвно Славит творца Вот все, что происходит Все вокруг Все в природе Всегда славит творца Неким своим смирением Каким-то смирением Выполнение того, что положено Вот И на этом фоне, конечно Человек выглядит особо Особо значимым Потому что в этом смысле Знаете, поле битвы Сердце человека И это понимаешь Оно не где-то Ни в полях Ни в дубравах А оно в сердце человека От которого как раз Зависит эти и поля И дубравы И все это зависит И каждая вот эта мелочь Зависит от того, что в человеческом сердце Находится Еще очень важно иметь открытое сердце Чтобы все это видеть и понимать Ну да Но это лучше в детстве Знаете, лучше в детстве Закладывается Вот это я точно знаю Потому что Меня в детстве всегда Как-то вот обращали Мои родители Мое внимание на природу Всегда обращали Вот И Однажды мы Мне было, наверное, года четыре И мы с моим папой Где-то были за городом Проезжали, вероятно И вышли из машины У меня Отец очень любил природу Очень любил Он ее как-то чувствовал Особенно Настолько, что он Вот Это выглядит как сказка Но я сама свидетель этого Птицы Вот маленькие птички Они Они садились к нему на плечи На голову Они его не боялись Он как-то с ними умел Хотя он такой крупный Да, такой Мужчина Не мелкий А очень даже Такой внушительный Вот Но птицы как-то Вот он мне это показывал Вот эти фокусы Как, знаете Птички вроде щеглов Вот каких-то таких маленьких Вот И он вот с ними Так очень хорошо дружил И мы вышли из машины А была осень какая-то ранняя Ну, видимо, так вот Как сейчас И огромное-огромное поле Простиралось Золотое поле А это в Сибири было А в Сибири, вы знаете Там горизонты очень дальние Такие далеко очень В Сибири видно И поле Казалось для меня Ну, четырехлетней Меня Мне казалось Это поле абсолютно бескрайним И оно золотилось И знаете Вот как у Лермонтова Когда волнуется Желтеющая нива Вот она Желтеющая нива Она волновалась Это было так красиво И я не знала, что это Потому что я помню Что я видела это Первый раз в своей жизни И я задала вопрос Естественно Я спросила отца Что это такое Прямо золотое море Да, прям вот это золотое море А я не могла его понять Как колоски какие-то отдельно И я задала вопрос Я говорю Папа, что это? И он мне, знаете Он мне удивительно совершенно ответил Он мне сказал Дочка, это родина Вот это был ответ И знаете Вот это ответ Да, это был ответ И в этом смысле Можно рассказывать Все, что угодно Ребенку о устроении мира О сотворении мира Даже можно ребенку рассказать Он не все может понять А он может понять И для него может уйти Сама тайна Само величие Должно Оно должно остаться И более того Этого восхищения Должно хватить До конца дней Вот представляете Как нужно Как нужно ребенку Это открыть Чтобы он до конца дней Ему было Интересно Жить Чтобы он всегда Должен был догадываться Удивительный родитель у вас Да Это правда Евгения, к сожалению Остается совсем немного времени Буквально один вопрос еще Насущного характера Виктория Денякина Интересуется Планируете ли вы Преподавать уроки вокала Очно или дистанционно? Вы знаете Мне задавали этот вопрос Уже Уже давно Ну, собственно говоря Почти с самого начала Вот Пока вот Просто учить петь Я Не считаю Это необходимым Потому что Этому учат И Ну и Слава Богу Вот Но вот В духе Той терапии Которой я занимаюсь Возможно Какие-то Вот В этом смысле Возможно Какие-то И Так сказать В каком формате? Мастер-классы? Или Терапия лечебная? Пока я не знаю Ну терапия как таковая Она присутствует Да, безусловно И там Можно всегда То есть Я всегда пою А лучшее обучение Это слушание Как минимум Это слушание Обучение возникает И желание постигнуть Возникает От удивления Опять-таки От восхищения То есть Человек удивился Восхитился И сразу Заинтересовался Вот И это должно быть Очень глубоко Вот так как Это было глубоко У меня Я считаю Что Мне совершенно В этом смысле Посчастливилось В этом тоже путь Вот о котором я говорила Путь Встретить Ольгу Сергееву Певицу Которой я была Восхищена Поражена Буквально В самую Какую-то Внутреннюю сердцевину Это знаете Вот для меня Это был знак Знак Бога Вот это было Для меня как И Поэтому все остальное Стало фоном Все стало неважно Все стало неинтересным В общем Ваш совет Слушать Слушать и слышать Для начала Слушать Да А там Я думаю Что если изменятся Какие-то обстоятельства И Бог даст Мы снова встретимся И я тогда расскажу Вы к нам приходите Где я буду преподавать И расскажите Вот подождем До этого момента Пока Пока я Дружусь Знаете Не в преподавании А в разъяснении И помощь Такой вот Буквально помощь Евгения Наша программа Подходит к концу Но мы обещали Нашим телезрителям Подарок Самому активному Самому интересному Кого вы выделите Если зрителей Кому достается Ваш диск Если бы я знала Что такие интересные Хорошие вопросы Я бы принесла Много дисков Но вот я нашла Один диск Свой И Уж простите Я тут Вот Имею некую слабость К Иркутску Как я уже и сказала И поэтому Виктория Денякина Я вот ей посылаю И в ее лице Своему Любимому городу И Как-то вот Мне это очень даже приятно Что мой диск Поедет в Иркутск Ну что ж Мы обязательно Передадим Да Вот я Я прямо на глазах Пишу Вот здесь Виктории Да Виктория А персонально Напишу Пожалуйста Виктория Да Поздравляем вас Диск обязательно Передадим Евгения У нас есть для вас Небольшой подарок Как приятно Икона Ангела-хранителя Ой, спасибо вам большое Храни вас Господь Помощи Божией вам Во всех ваших начинаниях Спасибо И продолжайте нас радовать Своим творчеством Спасибо вам Благодарю Спасибо большое Дорогие телезрители А с вами мы увидимся Ровно через неделю Всего вам доброго